Чем дальше мы идем, тем волшебнее здесь все выглядит. Разместили площадки прямо у какого-то памятника. Осторожно! Я спас тебя, в Хорне насрано. Кривые окна, кривые стены, все наклонилось. Ты посмотри, вот этот угол, этот угол в раю должен быть. Друзья, мы приехали в город Хорн. Я думаю, никто из вас про него не знает. Мы сюда приехали из-за интересного названия. И у него классный герб, там такой милый красный, почти розовый единорог. Стоит в такой очень сексуальной позе. Город называется Хорн. И здесь есть велопарковка, потому что мы в Голландии. Здесь тротуары вымощены кирпичом, потому что мы в Голландии. Здесь красивые фонари, потому что мы в Голландии. Небольшие голландские домики, потому что мы в Голландии. Кстати, важный момент. Важный момент, раньше у города был выход к морю, а потом построили дамбу в 50-е годы. И теперь выхода к морю нет, есть только залив. И здесь купаются местные жители, спасаясь от ужасной жары. Мы, поскольку не местные жители, купаться здесь не можем, и мы будем ходить и изнывать от жары. По-моему, просто потрясающе. Посмотрите, какая настоящая идиллия. Заливчик, такие вот домики. У каждого садик небольшой на заднем дворе, у кого даже лабиринты. Все дома, все сидят, загорают, какие-то котики, собачки. Посмотрите, какая милота. Можно вот перейти дорогу и пойти купаться. Просто чудо, вот эта вот сказочная, сказочная жизнь. Офигеть, там кот размером с волка. Маленький тигр, я даже не знаю, что это за породок. Мы сейчас пойдем в центр и посмотрим на исторический центр. Потому что даже в таких маленьких городках, а я напоминаю, что Хорн это всего 70 тысяч человек. Совсем небольшой город по российским меркам. Но у них есть классный исторический центр, который мы сейчас и пойдем смотреть. Мне вот безумно нравится, как они мастят дороги кирпичом. Прямо очень-очень по-голландски. Здесь зарядочка для электромобилей. Хоп, будьте любезны, заправляемся, подзаряжаемся. Цивилизация, цивилизация повсюду. Посмотрите, как сделан карман для парковки. То есть бордюрный камень, он не просто бордюрный камень, он, видите, с замочками. Вот такие вот замочки здесь, чтобы они не расшатывались. Есть такие специальные элементы угловые, такими закруглениями, чтобы все было красиво. А разметка, она обозначена в том числе вот таким вот белым кирпичом. То есть не просто как-то краской намалеван, а специальным кирпичиком обозначена разметка. Красота! Пешеходная улица. Много ли пешеходных улиц, вы знаете, в небольших городках в России? А здесь не просто пешеходная улица, я уверен, где у них половина центра пешеходная. Потому что в Нидерландах даже в небольших городках приоритет у пешеходов и велосипедистов. Поэтому можно гулять и наслаждаться исторической застройкой. Обычно человек идет вперед, оператор идет назад, но поскольку у нас бюджетный канал, друзья, и мы не можем переплачивать операторам за риск, приходится рисковать ведущему. Так вот, я совершенно случайно обнаружил сайт, где пишут всю правду про город Хорн. Значит, многие жители Нидерландов считают город Хорн одним из самых красивых городов Северной Голландии. Опаньки, не зря бы сюда приехали. Здесь много церквей, музеев, интересных зданий и других достопримечательностей. В общем, все то, что нам интересно. При этом он невелик и очень уютен. Также Хорн интересен тем, что возле него в 16 веке состоялось морское сражение, во время которого Испания потерпела сокрушительное поражение, а Нидерланды обрели независимость. Я сейчас выйду, не глядя на дорогу, меня собьет машина. Сегодня суббота и центр города просто вымер. Не работает вообще ничего, ни кафе, ни рестораны, ни магазины. Все закрыто. Кстати, прикольно, если обратить внимание на дома, то многие из них кривые. Прямо падающие дома, кривые окна, кривые стены. Все наклонилось, особенно так вот на улицу смотреть. Как же так вышло, спросите вы? Очень просто. Дома со временем, у них плывут фундаменты, они наклоняются, и приводить их в порядок очень сложно. Поэтому их скрепляют такими скобами, как-то укрепляют, и они продолжают стоять. Все такие кривые косы. Вот это вообще все заваливается, я не знаю, как это показать на видео, но вот это все так вот заваливается. Но голландцы берегут свою историческую застройку, никому не придет в голову здесь все это снести, сказав, что это старье, оно неудобное. Здесь какой-то вот памятник у них, серия этих памятников. К сожалению, написано только на голландском. Но судя по тому, что здесь упоминается 1945 год, видимо, это как-то связано со Второй мировой войной. Из вымершей улицы мы пришли на главную площадь, где куча баров. Естественно, народ вечерком сидит, пьет и смотрит за пляжным волейболом. Вот она, где жизнь. А вот и музей, знаменитый музей Хорна, который рекомендовали путеводители. Разместили площадки прямо у какого-то памятника. А вот, собственно, и единорог. Видите, розовенький единорог, который вот так вот очень эротично прикрывает щитом свое брюшко и гениталии. Музыка Музыка Просто потрясающий, потрясающий город. Здесь, кстати, судя по всему еще стекла старые. Судя по тому, что они все такие неровные. Так вот раньше, когда стекло нельзя было сделать ровным, где такие были все кривые косые, но не очень старые. Ну, я думаю, вот, может быть, лет сто. Мне кажется, удивительно, все двери, окна, вот эти вот фонари, все сохранилось. Вот никто не вставил металлическую дверь, а могли ведь. Нет, здесь такой вот вход с таким окном. Друзья, чтобы вы понимали, это Кир выбрал Хорн. Из целого списка голландских городов человек, который никогда не был в Голландии, он сказал, я хочу, чтобы мы поехали в Хорн. Человек с большим опытом путешествовал. Да. И человек не прогадал, потому что я тоже в Хорне до этого не был. И теперь я вижу, что это потрясающий город. Осторожно, я спас тебя. В Хорне насрано. А что ты? Ты мог сейчас наступить, а мне ехать в одной машине. Слушай, вот посмотри, какая здесь идиллия. Если убрать отсюда машины, я вижу террасу на барже. Слушай, мы сейчас пойдем туда, мы должны выпить там пиво. Слушай, Бог создал эту террасу, чтобы мы там выбили пиво, ты безалкогольный, сколько ты за рулем, а я за тебя выпью двойную порцию алкогольного. Слушайте, это просто райское место, друзья. Сейчас давай туда вот заглянем еще. Здесь должна быть гавань. Где-то. Посмотри, посмотри, какое чудо. Я человек очень такой чувствительный, хранимый. И когда я вижу такую красоту, я не могу молчать. Потому что у меня душа поет. Что ты будешь делать? Слушай, ну вот это же, это просто... Вот в таких местах хорошо видно, почему важно сохранять историческую застройку. И то, что ценность представляют не отдельные здания, потому что если мы сейчас все это место, эти улицы разобьем по отдельным зданиям, то мы видим, что каких-то по-настоящему красивых, нарядных, ценных зданий здесь единицы. А ценность представляет целостно-историческая застройка. Вот то, что здесь сохранены все детали, окна, двери, знаки, фонарные столбы, мощение тротуаров. И именно это создает ту волшебную атмосферу, которой мы сейчас с Киром умиляемся. Сейчас вам покажу умиляющегося Кира. Смотрите, вот человек умиляется. Смотри на этот переулочек. Потрясающий переулочек. И о двери. Слушай, просто сказка. Вот машины бы отсюда еще убрать. Это такая моя маленькая мечта. Да ты посмотри, вот этот угол, этот угол в раю должен быть. Ну посмотри, какие столы, стульчики. Ну скажи, ну подожди, ну скажи, что? Это ли не прекрасно? Это униколепно. Вот. Слушайте, какая красота. Как же здесь здорово. Здорово. Можешь объяснить разницу между плесенью на этих домах и плесенью на домах в розе хутор? Блин. Кир сейчас спрашивает меня, Илья, в чем разница? Ты хейтил и плевался, когда мы видели дома в розе хутор, а здесь та же самая плесень, которая была и на тех домах. И ты ходишь ей умиляешься, смотрите, как здорово. Я объясню. Очень важно для архитектуры это красивое старение. И действительно некоторые процессы в виде прорастания мха, появления лишайника, копоть от смога, какие-то потеки от дождей, они со временем на здании появляются. И многие здания, вот эта естественная старина делает их благородными. Так же, как когда возьмем какое-нибудь серебро столовое. Новая серебряная посуда, она выглядит как-то так, слишком блестящей, слишком новой. А вот какой-то бабушкины серебряные сервиски, это ложечки, такие покрытые патиной, они сразу смотрятся дорого, интересно, красиво. То же самое и с архитектурой. Со временем архитектура естественно стареет, ветер и дождь, они скашивают там углы на кирпиче, появляются какие-то потеки, появляется какая-то плесень, там на черепице что-то там растет. И это хорошая архитектура, где действительно было продумано, как здание будет стареть, это прибавляет такого благородства. Это такой вот возраст, который красит. А если мы возьмем то, что построили 5 лет назад в Розе Хутор, это говорит не о благородстве этой архитектуры, это говорит не о возрасте этой архитектуры, потому что ей всего 5 лет. Это говорит о том, что это халтура. Вот отваливающаяся через 5 лет штукатурка, она не выглядит как римские развалины, она выглядит как халтура. И поэтому каждая деталь в Розе Хутор или вот в новых зданиях, которые через несколько лет начинают все трескаться, быть с потеками, они говорят о том, что не продумали водоотвод, сделали из дешевых материалов, нарушили технологии. Они здания кричат, что это халтура, которая разваливается. А это здания, которые благородно стареют. Надеюсь, теперь вам понятно. Здесь, кстати, хорошо видно, как решают вопрос с кондиционерами. Несмотря на то, что здесь стоит страшная такая жара, вы не увидите каких-нибудь внешних блоков кондиционера. Зато можно увидеть, как вот в этом окне такая труба от комнатного кондиционера. То есть, кому совсем невыносимо и хочется как-то охладиться, они ставят такие напольные кондиционеры. А трубу, которая отводит тепло от этого кондиционера, они просто выкидывают форточку. Это такой допустимый вариант, когда ты живешь в историческом доме, и ты не имеешь права уродовать его фасад, ты вынужден испытывать какие-то неудобства. Ну или не живи в историческом доме. Здесь гавань, здесь яхты. Чем дальше мы идем, тем волшебнее здесь все выглядит. Приезжайте в Хорн. Здесь невероятно красиво. Так. Здесь невероятно красиво.